Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня суббота, 3 ноября, и Церковь предлагает нам к нашему натиданию, для нашего внимательного рассмотрения, отрывок из послания апостола Павла к Фессалоникийцам. Это первое его послание, глава 4, стихи с 13 по 17. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших во Иисусе Бог приведет с ним. Ибо сие говорим вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня, в день Дмитриевской родительской субботы, когда во всех храмах православных церквей совершаются заупокойные панихиды по усопшим сродникам, воинам и военачальникам, и многим-многим православным христианам, почившим от века, мы о них молимся, воздаем им вечную память, пропеваем им вечную память. Сегодня за богослужением, за литургии, прежде всего, читается именно этот отрывок, посвященный как раз-таки посмертной участи всех христиан. Именно в этом отрывке апостол Павел и говорит, ну не только в этом, но и в этом тоже говорит о смерти и посмертной участи христиан. Также этот отрывок читается всегда на отпевании мирских тел Павел, среди тех евангельских и апостольских ченей читается именно это, первое послание к фессалоникийцам и Евангелие от Иоанна. И вот апостол Павел говорит, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». Дело в том, что в данном отрывке апостол Павел не излагает как такового богословия, и этот отрывок носит на себе печать именно утешения скорбящих, а не раскрытие какого-то богословия. И здесь вскрывается для нас определенная проблема. Дело в том, что первые христиане жили, у них была очень развита эсхатология, это учение о конце времен, и они жили в состоянии так называемой парусии, то есть ожидании второго пришествия Христа. И сам апостол Павел был уверен, что Христос явится вот-вот, что он, будучи еще живым, застанет его второе пришествие. Но во втором послании к Коринфянам, который уже будет одним из позднейших его посланий, он уже не уверен в том, что он живым встретит явление второго пришествия Иисуса Христа, и там он высказывает ту мысль, что он уже будет мертв к этому времени, и, скорее всего, не своей собственной смертью, а мученической. Так или иначе, здесь мы видим слова утешения апостола Павла. Община в Фессалониках была, как мы уже сказали, наполнена эсхатологическими ожиданиями, ожиданиями парусии, второго пришествия Иисуса Христа, уже в своей славе. И они ждали, что вот-вот-вот он придет, но кто-то в общине начинает умирать. И это естественный ход биологической жизни любого человека, подверженного тлению, как результату греха. Мы все подвержены тлению и смертности. И апостол Павел пытается их утешить, потому что эти люди, фессалоникийцы, особенно родственники почивших, они думали, что они живые, встретят Христа, а вот с усопшими будет проблема. Поэтому апостол Павел и пишет этот отрывок, чтобы утешить этих людей. И вот что он говорит. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды». Действительно, именно христианская проповедь отличается, прежде всего, проповедью и верой в воскресение из мертвых. Мы знаем, что в мифологиях были образы умирающего, воскрешающего Бога, но ни одна из них не ведет нас к такому пониманию посмертной жизни, как воскресение. Апостол Павел называет «умерших усопшими», то есть уснувшими. И эта традиция к нам перешла, и по сей день мы называем «умерших усопшими». И это состояние усопшего, состояние сна, подчеркивает два фактора. Прежде всего, это то, что это состояние человека усопшего, это состояние между смертью и воскресением. И второе, то, что сон – это то, что проходит на самом деле очень быстро. Это короткий период между смертью и воскресением. Действительно, человек умирающий, он попадает в дыное измерение, где отсутствует время. Нам невозможно этого понять и представить, но так или иначе, это так. И они уже находятся в ином измерении. Поэтому для усопших, уснувших это уже другая грань. И что говорит апостол Павел? «Дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды». В языческом мире, как мы уже сказали, не было идеи воскресения. Да, там была идея жизни после смерти, жизни души, которая прежде всего раскрывается в классической античной философии Платона, Аристотеля, Сократа. Так или иначе, это все прослеживается. Но нельзя сказать, что в профанном, обыденном языческом мире, полном разных верований, преобладала эта идея. Человек, и это можно проследить археологически, посмотрев на надгродные надписи, где говорилось, что смерть – это тотальный, абсолютный конец. И это ввергало людей, конечно же, в отчаяние. Апостол же Павел говорит, что мы не должны отчаиваться. У христиан другое отношение к смерти, и мы имеем надежду. Надежду на воскресение. «Ибо сие говорим вам, словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь по возвещению и пригласе Архангела в трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». И здесь он говорит как бы о Сретине. Сретине – это встреча полководца, который захватил город. И к нему выходит делегация, которая несет, это, вероятно, какие-то почетные горожане, это власти города, они выходят и несут полководцу между крепостными стенами и станом осаждающих, нападающих на этот город. И они встречаются где-то посередине, на вот этом пространстве между стенами и лагерем людей, которые осаждают этот город. И эта делегация вручает ключи от города полководцу, царю. И там используется слово «сретение», то есть «встреча». Также и здесь говорится, что мертвые будут являться как раз-таки этой делегацией, которые встретят Христа как царя-победителя этого мира, прежде всего победителя смерти, и вместе уже обойдут в город и будут пребывать со Христом. Так вот, умершие, живые, не предупредят умерших. Живые останутся в городе, а умершие будут встречать Господа, грядущего в своей славе. Об этом говорит здесь апостол Павел. Потом мы, после того, как будет уже вот 16 стих, это стих, так называемый «малый апокалипсис». Здесь очень много образов апокалиптичных. После этого апокалипсиса, 16 стиха, мы уже говорим о том, что потом мы, после «сретения», оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены, будем на облаках, в «сретения Господу» на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, дорогие братья и сестры, наполнимся и мы надеждой, заимеем истинное понимание смерти в жизни христианина, как необходимого окончательного этапа в уподоблении нас Христу. Мы умираем вместе со Христом, умираем в купеле крещения. И это образ, образ будущей нашей реальной смерти. Для того, чтобы уподобиться Христу, мы должны будем умереть, но для нас это не тотальный разрыв, не кончина, а только начало истинного соединения с Богом, которое будет иметь своим завершающим моментом общее воскресение Иисуса, которое даровано нам Христом, и встреча с Богом, и уже страшный суд. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова